Сергей Голованов против Льва Шумского в опасной викторине «Своя магнитка». Кто из этих людей родился в Магнитогорске? Хоккеист Евгений Малкин, актер Олег Даль, художник Александр Шилов, математик Николай Лобачевский. Магнитарчане. Это правильный ответ, давайте следующий. Пускай будет хоккеист. Наверное, хоккеист. Евгений Малкин, правильный ответ. Статуи какого животного пока нет на территории делового центра «Юбилейный»? Кабана, медведя, лося, енота. Там животные были? Какие нахрен животные? Так, давайте енот пускай будет. Енот. Правильно, енота. Своё первое мероприятие о кибербезопасности медиагруппа «Авангард» провела на Урале в 2005 году, 2007, 2008 или 2009. Ну, так, сейчас скажу, значит, ориентировочно. Так, в 2005 я пришёл в лабораторию, значит, никакого в Магнитогорске не было. Скажи в 2009. Давайте я скажу в 2009. В 2009. Это был 2008 год. Потому что восьмой выпал из памяти. Из какого языка происходит слово «магнит»? Древнегреческого, латинского, немецкого, французского. Подскажите! Вы там сидите с телефонами! Так, немецкий, французский не подходят, потому что очень современный. Ну, давайте греческий пускай будет. Наверное, греческий. Правильный ответ – древнегреческий. На гербе Магнитогорска размещено изображение красно-синего магнита, чёрного треугольника, красного круга или доменной печи. По-моему, доменной печи. Домной печи. Нет, увы, это чёрный треугольник. Надо переиграть. Песни какого жанра наиболее популярны в караоке-проката? Шансон, ретро и эстрада, русский рок, зарубежный поп 90-х. Я сразу скажу русский рок, потому что это люди, которые спускаются на завтрак, всё ещё слушают арию, которую поют те, кто ещё остались с ужином. Ну, русский рок. Вы правы, это он. Русский рок. Внимание, последний вопрос. Озеро Банное называется так, потому что это перевод башкирского названия. Вокруг озера много бань, в нём мылись пугачёвцы, в нём запрещено купаться. Так, озеро Банное там, значит, это я помню его. Так, там холмы там. Насчёт запрещено там купаться или нет, я не знаю, потому что я там купался. Вот, поэтому, скорее всего, не подходит. Пугачёвцы мылись? Или просто много бань? Одно или из двух? Бань там действительно много. А кто такие пугачёвцы? Это что-то из истории России. Надо было и ходить на уроки истории. Ну, давайте скажу пугачёвцы. Вопрос со звёздочкой. На поверхности ответ, наверное, вокруг много бань, потому что это действительно так. Но, боюсь, что правильный ответ либо пугачёвцы, либо перевод с башкирского. Ну, давайте башкирское. Действительно, считается, что пугачёвцы устроили там себе банный день. Офигеть, это не сгораемая сумма сейчас была? Или можно взять и уйти? Со счётом 5-4 победу вырвал Сергей Голованов. Уважаемые коллеги, пожалуйста, приезжайте, если вас ничего не держит, а вас ничего не держит. Если вы хотите, а вы хотите туда поехать, у вас есть возможности, то вы поверьте, вы туда приедете и не пожалеете. Увидимся.